По истине мужским развлечением увлекаются более 7 тысяч южноказахстанцев. Многие из них с нетерпением ждут начала весеннего сезона охоты, чтобы приобрести путевки и пострелять в кряковых уток. По словам специалистов отдела животного мира и охотничьего хозяйства, численность водоплавающей дичи постепенно идет на спад. А потому необходимо вводить запрет на весеннюю охоту хотя бы на несколько лет. Уже разработано биологическое обоснование введения запрета, как бы оно сейчас находится на стадии прохождения государственной экологической экспертизы. При получении положительного результата экспертизы, тогда будет окончательно приниматься решение. Пока конкретного периода не сказано, это тоже временно, потому что сейчас этот чуть возможность дать воспроизводству популяции данных видов птиц. Поэтому сейчас пока не указывается. Однако любители экстремального отдыха против такого нововведения. Охотники считают, что мораторий не улучшит ситуацию, а напротив создаст условия для браконьерства. Они предлагают пойти на компромисс и продлить осенне-зимний сезон охоты. Утка у нас здесь мало гнездится. Вся эта перелетная утка, и нам и так-то весенняя охота открывается там буквально на 10 дней. Ну, такого удовольствия ждешь всю зиму, и по концу это тоже закроет, но это совсем неправильно будет. Я считаю, что это неправильно. Ну, я думаю, если даже закроет, ну, хорошо было бы тогда зимнюю охоту продлить, скажем, ну, хотя бы до февраля, что ли. Хоть как-то было бы какое-то удовлетворение для охотников. Мы, как охотники, очень ждем весеннюю охоту, потому что это самое лучшее перелетное время дичи. Во-вторых, я думаю, что это повлияет на браконьерство. По-любому, наверное, охотники начнут ездить без путевок, то есть, которых мы покупаем. Без него начнут браконьерничать. Напомним, административный штраф за браконьерство составляет 10,5 тысяч тенге. А пока охотникам остается ждать решения компетентных органов.